Могилевский областной драматический театр Смех в темноте начинается в зале, ближе к зрителям. Смех в темноте – это моноспектакль, и на большую сцену выходит только один актер. Действие происходит без малого сто лет назад, но, как говорят, Набоков будет актуален еще и сто лет наперед. И примета сегодняшнего дня на сцене – это интернет-цитаты. Но все это достаточно однозначное суждение о мужчинах и женщинах и их отношениях. А зрителя приглашают узнать историю Бруно Кречмера и разобраться для себя, что же такое любовь. Этот спектакль поставлен по роману Владимира Набокова «Камера обскура». Действие происходит в Германии. 1920-е годы. И так главный герой, знаток живописи, богач, муж и отец. И вдруг случайная встреча с незнакомкой в кинематографе перевернула его мир. Все летит в тар-тарары. Расставание, измены, коварство, слепота и смерть. Это, напомним, репетиция. Режиссер не просто наблюдает из темного зала за действом. Творческий процесс напряженный. Саулюс Варнас активно вмешивается и прорабатывает каждую сцену. Герой на сцене босой, слепой, влюбленный и беззащитный. Он искренний, он прощает, он хочет сохранить любовь. Эмоции внахлёст. Это невероятно! Изобразительные средства спектакля разнообразны. Кроме света, музыки и предметов, это экран, на котором транслируются тексты и изображения. Любовь – это вечная тема и у каждого своя. И у каждого зрителя, уверен, актёр Иван Труск, будет выбор. У каждого человека, даже у тех, которые говорят, что мы не такие, мы пишем в интернете замечания, у каждого из нас есть свои, начиная от скелетов, заканчивая маленькими зайчиками в шкафу, и у каждого, мне кажется, в жизни была подобная какая-то любовь, вот эта, о которой мы рассказываем, или точно такая же. Как бы это определённый опыт, тоже возможный, теоретический, потому что театр – это то место, которым может поселиться весь мир в спектакле. И вот эта возможность побыть в этой тишине, это, по-моему, это очень важно. Премьера намечена на 5 октября. Но кроме этой, ещё одну премьеру только на телеэкране готовит наш канал. Спектакль по Беккету «Последняя лента Крэппа» мы вскоре покажем на «Беларусь. Четыре могилёв». В главной роли Григорий Белоцерковский. Это настолько похоже на мою жизнь, на меня самого, что мне было интересно это озвучить. Следите за программой передач и театральными афишами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...